Молодежный велопробег собрал любителей спорта, учащихся в школе Олимпийского резерва и просто Брещан. 10 сентября на площадке возле мемориала Брестская крепость Герой. Такие мероприятия проходят они всегда. Они проходили раньше, они проходили сейчас. И мы также будем их продолжать проводить, такие вот велопробеги. Так как это здоровый образ жизни, мы проедем по улицам города, доедем до Красного двора, где будут сотрудники МЧС, будут сотрудники госавтоинспекции, которые также расскажут о безопасности в настоящее время. Далее у нас будет небольшой пикник. После недолгой музыкальной разминки участники акции в буквальном смысле прокатились по центральным улицам Бреста. Маршрут мероприятия были включены знаковые объекты города, а также новые места, построенные к тысячелетию. Ведь Брест к своему юбилею прирос и качественно, и количественно, а самое главное, стал экологичнее. Обустроены зоны и велодорожки, чтобы можно было с ветерком прокатиться на велосипеде. Сегодня мы даем символический старт Европейской недели мобильности, которая пройдет с 16 по 22 сентября 2020 года в городе Бресте. Мы стартуем от стен Брестской крепости, закончим наш велопробег на территории Красного двора открытым диалогом. Молодежь поделится своими впечатлениями о том, как они провели лето. По своей сути, это наше первое такое мероприятие в текущем учебном году. Мы за спокойствие, свободу, независимость нашей страны, так как это очень важно, особенно в нашем современном мире. Настроение положительное, очень доброжелательная атмосфера здесь. Все очень веселое и доброжелательное. А сегодня утром эстафета мероприятия плавно перешла с автодорог на водную магистраль Бреста. Гребцы на байдарках и каное, катера и катамараны дружной флотилией прошли по реке Муховец. Вдоль центральной набережной до Брестской крепости вернулись обратно на базу Гребного канала. Участников заплыва объединил дружеский командный дух, хорошее настроение и спортивный задор. Я участвовал на этом мероприятии в поддержке спорта и туризма, то есть, чтобы наш спорт развивался дальше, чтобы не забывали про белорусских спортсменов. Это самое главное. В этом мероприятии я участвовала впервые. Это выглядело очень внушительно. Большое количество спортсменов так красиво выглядит. Непередаваемые, на самом деле, ощущения. Людмила Логодича, Андрей Щерба, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.